Добрый день, меня зовут Алексей Ёжиков, я руководитель секции коучинг в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Эдзекутив коуч, психолог-консультант, возглавляю Центр лидерской компетенции в Московском инновационном институте. И мы с большой надеждой, интересом сейчас будем фокусировать свое внимание на то, чтобы проводить демонстрационные сессии когнитивно-поведенческого коучинга с коллегами, которые входят в секцию. Наверное, нужно сказать о том, что сейчас секция активно развивается и на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге КПТ-форуме в мае мы объявили о открытии секции для вступления в нее участников. И ссылки по этому поводу я размещу также вот в Телеграм-комментариях в канале Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии под тем постом, где у нас сейчас как раз происходит диалог. Собственно, возможно, повторюсь, да, сегодня у нас формат демо-сессии. У нас есть участница, которая предложила свою кандидатуру в качестве демонстрантки. При этом мы заранее не договаривались, я знаю только общие параметры запроса, и он мог 10 раз поменяться. Вот, это тоже допустимо. Соответственно, сессия не подготовлена, поэтому я буду вести себя так, как вел бы с любым другим клиентом для такой получасовой работы в близ формате. После того, как мы завершим нашу работу... Ага, вот как раз Екатерина поднимает руку. Так, добрый день, Екатерина. Добрый день, Алексей. Получится ли у вас видео выйти, Екатерина? Сейчас попробую. Никогда не пробовала. Ура, получается. Чудесно. Приветствую вас здесь в видеоформате. Сейчас тогда договорю для коллег, чтобы было понятно, как будет устроен процесс. И дальше с вами вступим в диалог. И тоже несколько слов о процессе нужно будет заранее произнести. Итак, у нас будет с Екатериной получасовая примерно. Ну, то есть можем чуть раньше закончить, можем чуть-чуть побольше, минут 35. Но 40 максимум, да, рассчитываем на полчаса. После этого у нас будет еще 15-20 минут времени на то, чтобы все слушатели, участники, те, кто здесь сегодня, могли задать вопросы относительно когнитивно-поведенческого коучинга. И у меня такая просьба. Пожалуйста, давайте мы будем обсуждать не конкретику кейса, да, который с Екатериной у нас случится, а вопросы относительно коучинговой модальности, каких-то принципов, согласно которым все происходило, техник и тому подобное. То есть вот обсуждение типа, а вот здесь, может быть, стоило пойти вот сюда, или а вот в этом моменте, может быть, Екатерина имела в виду вот это, да, но это не совсем то, что приветствуется именно в таком открытом формате, да, а здесь у нас все-таки сессия не конфиденциальная, она демо, поэтому, опять же, да, с уважением к коучи сегодня, потому что все-таки у нас не бывает демо-коучи, да, или демо-клиента. Клиент, он в любом случае клиент, и работа в эти полчаса ведется для решения его задачи, да, для помощи Екатерине в достижении ее целей, поэтому как бы мы и в данном случае к Екатерине относимся как к основному участнику процесса, вот, и поэтому у меня просьба к зрителям, да, относиться к этому точно так же. Вот, если, в общем, какие-то вопросы будут, с моей точки зрения, не вполне в ту сторону, ну, я об этом скажу, конечно, но постарайтесь тоже такой первичный фильтр самостоятельно произвести. Вот, меня можно обсуждать на все склады вообще любыми способами, тыкать в меня палочкой, это как раз разрешается и приветствуется. Итак, Екатерина, как вы себя чувствуете? Спасибо за вот такое введение, ко мне аккуратно, потому что я тоже немного нервничаю, волнуюсь, но готова поработать. Отлично. Ну, я понимаю ваше волнение, надеюсь, что в ходе диалога оно немножко отступит. Несколько моментов, которые нам с вами, Екатерина, имеет смысл вначале обсудить, подтвердить, да, что, во-первых, ну, еще раз повторюсь, эта сессия открытая, она, соответственно, не может быть конфиденциальной. Ее видеозапись, возможно, будет опубликована на канале Ассоциации когнитивно-поеденческой психотерапии. Поэтому то, что я могу вам предложить с точки зрения конфиденциальности, если по каким-либо причинам вы решите, что вы бы не хотели, чтобы эта запись была опубликована, не знаю, в ходе сессии или в конце сессии, вы можете об этом сообщить, и тогда мы ее не будем широко публиковать. Но, как бы, тем не менее, да, понятно, что сюда может прийти кто угодно, там, уйти кто угодно в любой момент. Вот, поэтому такая особенность существует. Как вы на это смотрите? Я согласна, понимаю, принимаю эти условия. Отлично, спасибо. Еще такой формат демо-сессии предполагает, что за полчаса мы можем не успеть полностью решить тот ваш запрос, который будет сформирован на этот период времени. Поэтому я готов буду с вами доработать индивидуально в течение еще дополнительного получаса, если это потребуется, если вам это будет нужно. Спасибо. Ну, поскольку вы представляетесь, я вижу, по названию, да, что вы коучинг-психолог, буквально пару слов о ваших ожиданиях относительно процесса, который будет происходить. Что такое коучинг для вас, и что бы вы хотели, чтобы я делал для вас, для достижения вашего результата? Ну, пожалуй, на текущий момент, наверное, помочь. Если неделю назад сформулировать хотя бы запрос, у меня было много сопротивления, на текущий момент, наверное, помочь уже с планированием, ну, реализации моей задачи, наверное, вот что-то такое. Потому что я чувствую, что одна, я, конечно, могу, но мне хочется воспользоваться помощью, и раз что-то такое, пошло такое дело, мне приятно и посмотреть, как бы, и как клиенту, да, и со стороны, вот, с большим интересом. Ну, то есть помочь в формировании неких планов действий, относительно чего мы сейчас с вами обсудим. Да, да. Тогда, Екатерина, расскажите о вашем запросе, что вы хотите сделать, чего достичь. Ну, да, у меня заявлено, что я коуча-психолог, я достаточно начинающий специалист, и у меня своя задача развивать соцсети, в частности, запрещенные подсети Инстаграм, возможно, Ютуб, вести рилзы, выкладывать какой-то контент, и, соответственно, я вот с такой задачей столкнулась. В чем у меня затык, как говорится? Я вообще вела Инстаграм с удовольствием всегда, регулярно, мне не нужно было себя заставлять, но это было такое больше, ну, от моего импульса. Вот захотела вот это, я это и рассказала, как говорится. Я прошла обучение, выявила целевую аудиторию, боли, потребности моей целевой аудитории, соответственно, теперь у меня как бы стоит задача доделать там какие-то основные моменты и вещать вот об этом, об этой проблеме. И вот тут я сталкиваюсь с сопротивлением, с некоторым, и вот сейчас, да, спустя две недели после формирования запроса, мне полегче, но кажется, что это такая большая, объемная задача, но, в общем, то ли с чего поступиться, то ли почему я это не делаю. Ну, в общем, мне самой не до конца понятно. И как-то этот клубочек все равно надо развязывать, что-то делать надо. А то получается, что делать надо, надо делать, надо делать, я не делаю, делаю не то, ну, в общем, вот. То есть сама тема, она именно вокруг генерации контента для своих соцсетей? На определенную тему, да, генерация контента на определенную тему, с определенной задачей. Да, вот я как раз и хотел доуточнить, если позволите, да, вам это зачем? Да, вот тоже прекрасный вопрос. Ну, чтобы жить, то есть для меня это основной способ заработка, то есть я хочу иметь стабильную практику, жить на эти деньги. В принципе, мне интересно развиваться в этой сфере, и контент, собственно, мне создавать тоже интересно, то есть это как какая-то некая самореализация. Делиться тоже хочется. Работать тоже хочется. То есть мне нужно обеспечить себе пул работы, скажем так. А вот это, как вот это, это, которое мне не нравится, вот эта неприятная штука, типа надо на определенную тему создавать контент, она мне видится как какой-то, ну, таблетка горькая, но надо ее выпить. У вас сейчас такой восприятие. То есть надо для того, чтобы приходили клиенты. Да. И вы могли делиться чем-то, что для вас важно. Да. Были ли там еще какие-то моменты, которые упустил, для чего эту таблетку горькую вам пить? Нет, я думаю, что делиться, да, самовыражение делиться, да, развиваться, да, потому что за-за приходили клиенты там, это и деньги, и развитие, и в принципе удовлетворение от жизни. Потому что я понимаю, что вот точно, вот это вот оно. А к вам из этих каналов, то есть с вашего контента уже приходили клиенты раньше? Да, ко мне приходили клиенты, но не в том объеме, чтобы на это жить. Скажем так, у меня, почему более остро сейчас это возникло, у меня был бизнес, и я из него ушла сейчас вот недавно. Прошла курс, где мне дали полную систему, как вот надо что делать. Естественно, курс у меня не досмотрен до конца, мне будет досмотреть его тоже. Клиенты, все клиенты, которые ко мне приходили, они все у меня практически из Инстаграма, но это было нестабильно, непонятно, неуправляемо. Вот, а сейчас мне нужно сделать это более, понятным, стабильным, управляемым. Екатерина, такой момент. У меня самого есть, ну, своя собственная экспертиза в том вопросе, о котором вы говорите, да, и более того, даже какие-то образовательные тоже механики на тему развития практики, ну, и не то, что привлечения клиентов, а в целом, да, устойчивого развития. И в связи с этим я бы хотел у вас точнить, как вам бы хотелось со мной поработать в этом отношении. То есть я могу занять позицию чистого коуча, могу еще предлагать вам недирективно какие-то аспекты своей экспертизы. Вот как вам бы хотелось? Мне бы хотелось чисто коучинг. Отлично. Тогда, если говорить о развитии социальных сетей, для того, чтобы привлекать клиентов, расширять свою практику, делать ее более устойчивой, с какими еще инструментами вы планируете сочетать соцсети? И есть ли какие-то такие инструменты? Другие каналы привлечения клиентов? Да, каналы, способы. То есть вопрос, да, касается того, что вот это привлечение через социальные сети, это некий отдельный инструмент? Или вы планируете, что он у вас будет в связке с чем-то еще работать для решения вашей задачи? На ближайшее время я планирую это основным источником. Мне пока достаточно. Тогда как бы вы сформулировали запрос на нашу с вами сегодняшнюю работу? Угу. Наверное, так же и оставить планирование, потому что у меня был основной запрос, почему я не делаю, что со мной такое творится, но у меня просто была сессия с психотерапевтом, вроде как бы мы почему разобрали, теперь надо что делать, как делать, с чего начать, и вот, наверное, все-таки вот что-то в этом. У меня, возможно, как сюда добавить какого-то интереса, потому что даже когда я формулирую этот запрос, мне прям скучно. Угу. Я прям скучно, я думаю, блин. И вот я люблю работать, я умею это делать, но как это вот подвязать одно к другому у меня не получается. Угу. Вот куча в момент. Найти интерес в этом, найти, чтобы мной двигало, потому что, опять же, да, когда мы выстраиваем что-то, вначале нет отклика такого, ну, сразу, да, я там что-то выпустила, но не значит, что завтра ко мне пришло 10 клиентов, да. То есть какой-то период времени надо работать вот без вот этой такой конкретной обратной связи в виде клиентов, там, не знаю, денег, подписок, там, и так далее. Вот, наверное, вот на вот этот период найти какую-то мотивацию и мой интерес, чтобы мной двигало, я не знаю, чтобы мне не приходилось заставлять себя, там, блин, надо какой-то скучной фигней заниматься. Не знаю, хоть это коучинговое, вот у меня что-то, наверное, такое. Найти интерес. Думаю, да. И, ну, да, окей. Мотивацию, да, вы это слово не произнесли, но не знаю, там, насколько это подходит. Ну, мне как-то я произнесла, может быть, немножко не сняла в эфире, там. Интерес. Да, мне хочется тоже вернуть вам, да, что вы, когда рассказывали о том, чего бы вы хотели, неоднократно использовали слово «надо». И это «надо», оно тоже как-то явно с интересом не очень коррелирует. Да, это вот, это так есть, при том, что мне кажется, у меня как-то нет все для того, чтобы делать это с удовольствием и с интересом. Но оно как-то из-под палки. Нет, не буду предлагать. Вы говорили о том, что раньше у вас был интерес, когда вы писали статьи, если я правильно понял, да, что возникала некая искра, некое желание в моменте, и вы на эту тему писали какой-то контент. И у вас это легко и свободно получалось. Так, Екатерина, у меня подлагивает немножко с вашей стороны видео. Не знаю, это у меня или у вас. Так. Так. Коллеги, напишите, пожалуйста, в Телеграме, это у меня подвисает. А, нет, вижу, что это у Екатерины подвисло. Сейчас тогда подождем, пока подключится. Ага, все, Екатерина здесь. Так, Екатерина, сейчас с вашей стороны там нужно произвести какие-то манипуляции, включить микрофон, камеру. Так. Ага. Так, сейчас вас слышу. Вот, теперь вижу, да. Остановились на вопросе, да, который я задал, что раньше вот это было как бы по возникновению желания и с интересом вы это делали. Да. Да, я как бы могу создавать контент, я его... У меня есть желания периодически, как будто бы... И почему я это делала регулярно, да? То есть не раз в месяц происходило, это происходило на регулярное, столь там, длительное время. А сейчас типа как будто это работа, то ли надо, то ли... Ну вот накладывается вот это надо для определенной как бы целевой аудитории, да, вот это. И как только это накладывается, у меня сразу ступа. У меня было там тысячу идей, стало ноль. и как-то вот как-то вот обваливая. Тогда, если говорить о вашем запросе, что могло бы быть таким измеримым результатом через 15 минут, когда мы будем завершать, да, и вот скажете, о, я вот достигла той цели, которую хотела сегодня в этой сессии достичь. Ну, какой-то ключик к себе. Не знаю, можно так запрос формулировать, да, где-то. Вот этот интерес, про который я говорю, да, его и найти. Мне достаточно... Какой-то вот маленькой какой-то как будто штучки мне не хватает. Что-то про инсайт, да, видимо, в этот раз. С созданием контента или с интернетом, я не совсем понимаю. Не-не, я говорю, что запрос тогда, получается, что связан с получением некого инсайта, да, на какого-то... Инсайта, да, инсайта. Я думаю, что инсайта меня двигает, конечно, где-то плохо. Какой-то ключик, в общем, если вашими словами какой-то ключик. Да, да, наверное, да. Ну, хорошо. Тогда давайте обозначим это как ваша цель, да, и... В вашем понимании ключик, что бы это ни значило, вы надеетесь для себя обнаружить. Хорошо. Екатерина, вы говорите о том, что вам надо делать что-то для некой целевой аудитории. Как это было раньше? Раньше исходило из моего интереса. Условно я прочитала книжку, статью, там что-то. Мне захотелось поделиться, а я этим поделилась. Оформила все как надо, то есть с технической там какой-то, я не знаю, эмоциональной вот этой составляющей. Составляю, что у меня все хорошо. И, соответственно, это всегда шло от моего интереса. От того, что у меня много, да, то я его выдаю, собственно. Мне хотелось поделиться. Возможно, еще некий такой ступор сейчас, тоже такая трансформация моя. Я много делилась личным, ну, саморектеей, скажем так. Сейчас я это урезаю, соответственно, хочется больше перейти на, ну, назовем, да, экспертный контент. То есть, как бы какие-то вот такие материалы. Побольше, побольше. Не вот там полностью, да, до 180 градусов. Но этого поменьше, соответственно, там чего-то другого побольше. Вот этого побольше. И, ну, и вот так вот, да. А тут, получается, если мне нужно создавать контент для определенной целевой аудитории, получается, мне надо сесть, там, подумать, что-то сгенерировать, ну, как бы родить идею, ну, на заданную тему, и делать это регулярно. И тут мне как-то, как-то тут уже хуже. То есть, там, вот, это происходило спонтанно, а здесь мне нужно снести, подумать и придумать. При том, что я могу придумать, но мне кажется, я не могу придумать это в таких количествах, ну, чтобы на каждый день, как говорится, вот это выдавать. А мне просто интересно, Екатерина, вы раньше для кого писали? А вот для себя, наверное. А теперь для меня. Потому что у меня исходило, что у меня много, я сейчас все-нибудь выложу. А тут, получается, теперь цель другая, задача другая. Ну, не убирая то, что мне хочется так, сразу поделиться, я делюсь, я это оставляю, но переключение задачи на генерацию заявок, скажем так. Так, а это целевая аудитория, для которой вам нужно писать, она вам насколько интересна? Целевая аудитория, вопрос, который меня прям длительное время, там, два года я шарахлась, там, одну, другую, третью, пятую, десятую, потому что мне со всеми интересно работать, там у меня получается. Целевая аудитория мне интересна, то есть я выбрала ее как бы по образу и подобию своему, то есть это то, что в моей жизни есть, то, что было, у меня есть случаи, там, то есть сейчас я более-менее успокоилась, вот этих всех безумных, там, выборов, наконец-то я успокоилась, то есть я вроде ее приняла. Какие-то эти рамки, рамки, эти рамки, я не знаю, меня прям вымораживает. Да, вы неоднократно говорили об этом, и тогда следую за вашим интересом. Когда вы говорите про надо, да, сейчас вы прямо сказали о рамках, ну, звучит как будто у вас как-то доктор Джекилл и мистер Хайт на юлимис внутри, да, что есть Хайт, который, значит, вот такой весь из себя такая, вся из себя, значит, творит панаитие быстро, в моменты, когда приходит вдохновение, вот, но когда нужно рукопись продать, да, как Пушкин наш говорил, включается, значит, Джекилл, который, или наоборот, я не помню, кто из них был хороший, кто плохой, но не суть, короче, включается плохой, да, сейчас в метафоре начну путаться, включается, значит, некий человек с рамками, который говорит, нет, давай вот сюда, пожалуйста, впишись и строго вот в это, и где-то там возникает внутренний конфликт. Да, при том, что я как бы интересовалась этим вопросом, как писатели пишут, потому что они вроде и творятся, с другой стороны и надо продать, то есть я ни одну книжку прочитала, как вот это выдавать из себя. Екатерина, скажите, в самих этих рамках, которые вы на себя накладываете, есть ли что-то интересное для вас? В рамках, да, вот, веселее стало. А что вызывает интерес в тех рамках, которые вы на себя наложили? Ну, в общем, то, что я как бы слышала. Если все-таки работать, ну, как бы на целевой аудитории и быть понятной людям, они, вот, то я, собственно, получу то, что я хочу. Люди поймут, потому что мне казалось, мы иногда не стыкуемся, то есть я вообще про что? То есть там, коуч, понятно, вроде классный коуч, но никто не записывается. А если все-таки зайти в какие-то рамки, причем они достаточно широкие, да, все-таки будут заявки, собственно, то, что я хочу. Собственно, я люблю зарабатывать деньги и взаимодействовать там с людьми, всякие там лайки, подписки, там вот это все, это мне нравится. Соответственно, эти рамки позволят ну как-то более еще и вещественно, более материально ощутить результаты моих вот этих вещей. Ну то есть вы сказали и материально, и нематериально, то есть помимо непосредственно клиентов, которые придут в практику, еще и обратная связь от них, ну то есть вот эти лайки, там, не знаю, просмотры, в конце концов, то, что люди слышат то, что вы говорите для них. Ну да, для меня это скорее, что действительно, что они услышат, что увидят, заинтересуются, ну мне важно, там, последователи или какие-то, да, приверженцы или что-то, ну, пусть бесплатный контент, употребляют, как бы, вот да, и когда это в единой все-таки, в какой-то единой, не знаю, не знаю, более, более узкой, что ли, теме, потому что в любом случае, да, если брать, вот я сейчас думаю, предыдущий период, то, ну, понятно, что если там я не про отношения, там, между мужчинами, я никогда в жизни это не писала, то есть у меня всегда, мой личный интерес, он как бы, ну, по сути, это тоже самое есть, да, сейчас оно более очерчено, что ли, как бы, или какой-то, знаете, может быть, я бы сказала, мне надо сменить, может быть, да, угол зрения, то есть я смотрела про себя рассказать, или что-то, да, а сейчас надо для них, как-то для них, ну, немножечко по-другому, что ли, контент там тоже самый, только его как-то, я не знаю, более понятным, более, может быть, продающим, или более, ну, в общем, как-то фокус внимания, то есть контент тот же самый, но по другим углом его как-то подать. Екатерина, ну, получается, что вы говорите о том, что аудитория, в общем-то, более-менее похожа на вас, в общем, то содержание, которое вы предлагаете, вы предлагаете, которое, ну, оно само по себе вам интересно, сейчас вы говорите, да, об этом, и, ну, и так далее, а как это связано с вашими предыдущими словами, о том, что вот я тут сажусь, и мне надо для каких-то, в общем, непонятных людей писать что-то из-под палки, как у вас это сочетается? Пожалуй, это сочетается с тем, что у меня появляются, как бы, требования к результату, ну, то есть, если я просто пишу, делюсь, да, пишу, делюсь, и, как бы, ну, могут прийти, могут не прийти, а тут, типа, если я вот сейчас как-то сяду и подумаю, то уж, будьте добры, выдайте мне потом какую-то обратную связь, при том, что, опять же, когда меняешь чуть-чуть подачу, ну, падает, все падает, в общем, что тоже не поддерживается, не поддерживает мою мотивацию, но, опять же, если брать мою личную ситуацию, в которой я нахожусь, там, у меня есть базовая сумма, я, в принципе, могу до конца года условно там не заставлять, я это прямо осознаю, но все равно это происходит, то есть я дала себе время, период, вот, пожалуйста, ну, как бы, но как-то. То есть получается, что если сейчас вы на этой стороне смотрите, то, если я правильно вас услышал, да, опять же, из последних слов, которые вы говорили, что и аудитория-то, в принципе, ну, не то, чтобы уж совсем там неинтересная и какая-то, какая-то не такая, и что, в общем-то, писать вам тоже есть о чем, вопрос только в том, чтобы, ну, из какой-то одной точки зрения, как вы писали раньше, перевести это в какую-то немножко другую точку зрения, когда вы уже пишете для аудитории, а не только из себя. И количество этого контента, я бы сказала. Ага. И количество этого контента. И при этом вы говорите о том, что препятствием является... Сейчас я пытаюсь вспомнить, каким словом вы говорили. У меня, прошу прощения, сложилось, ну, как такое требование результата, да, вы сказали? Ну, требование к себе, да, которое вы накладываете, что вот, если я по-новому пишу, то это значит должно, все должно быть классно. Да, конечно. И раньше у вас такого требования к себе не было? Блин. Я тоже стремилась сделать хорошо. Я училась тоже, старалась там всячески вот это. Но именно как вот здесь, сейчас дайте мне, выдайте вот конкретный результат. Такого у меня не было. но можете ли вы для себя как-то переформулировать это требование? Потому что то, как оно звучит, да, сейчас, ну, для меня действительно тоже звучит со стороны таким, сильно тормозящим, да, что если я сейчас ошибусь и напишу не такой пост или не так, то значит, там, я не знаю, люди не придут, и вообще как-то все пропало. я утрирую, конечно, но тем не менее. Сейчас я думаю. Немножко по-другому, ну, ладно. Значит, требования переформулировать результат на процесс, я бы, наверное, его переформулировала на процесс. Ну, как не завязываться на результат, я не знаю, на процесс. Да, тема моих последних размышлений, как я тоже, результат есть срез процесса, то есть занимайтесь процессом. на процесс. Ну, вот как такую задачку может быть действительно, если у меня родилась какая-то идея, импульс или что-то, попробовать, попробуй, а как это будет, если переформулировать, для целевой аудитории более понятно. Как у тебя получится? Давай попробуй. То есть вот фокус внимания, наверное, сейчас, по крайней мере, на ближайшее время перестроить мой мозг на то, чтобы больше выдавать в ключе целевой аудитории, скажем так. Опять же, в принципе, я то же самое делаю, но вот это вот то, что у меня там условно не получается якобы, оно же меня и собственно угнетает. Тогда получается или не получается, тогда получается не по условно не по деньгам, а насколько мне удалось попробовать переформулировать этот контент больше в ключе там для целевой аудитории. Наверное, что-то такое. Насколько то, о чем вы сейчас сказали, согласуется с целью, которую вы ставили на нашу беседу, для себя определить ключ, чтобы это не значило, который помог бы вам контент генерить? Прям мне надо вот я сейчас запишу и подумаю, потому что мне надо немножечко сейчас секунду. Так, я потому что вроде сказала, но еще не до конца такое. Да-да, вы записываете, записываете. Научиться, научиться, так, как у меня получится переформулировать, для целевой аудитории. И вот на ближайшее время мне это точно будет достаточно именно взять как фокус внимания как у меня получается переформулировать. Надо настроить мозг. И с этим, если как ключик, который мне найти, чтобы перестать себя и подгнабливать, и заставлять, и в то же время делать, я думаю, что это мне подойдет. Знаете, попробовать, пожить, а там дальше мы посмотрим, как говорится. Вот в таком ключе, наверное, да. У нас, да, Екатерина, время подходит к концу. Могу я вам еще предложить своей страны одну маленькую фишку, не знаю, как это назвать. Если вам идеи из себя, да, то есть не для контента, а вот как бы из себя и про себя приходят регулярно с какой-то частотой, возможно, вы это уже делаете, но тем не менее, записывать эти идеи для контента и в отдельное время, когда это удобно, выделять время на то, чтобы смотреть на список идей, подумать, а вот что из этого мне бы сейчас было интересно переформулировать для моей аудитории. То есть исходить не из конкретного плана жесткого, который у вас записан, а вы пытаетесь что-то придумать исходя из плана, а наоборот из тех идей, которые у вас набрались вот в таком свободном потоке, подбирать что-то, что наилучшим образом встает в план. Потому что вы говорили, что в таком потоке у вас тысяча идей, а когда вы садитесь думать о плане, у вас ноль. Да, да, у меня небольшой, да, есть, я уже все-таки записываю, небольшое место есть, но да, у меня с этим тоже, когда, может быть, на прошлой неделе, потому что есть много всего, опять же, у меня их миллиард, да, всего, чего мне надо сделать, но надо сделать нужно, ну, в общем, я поняла, да, спасибо. Как вам кажется, будет ли вам это полезно? У меня зацепилось внимание за удобное время. Я вообще в целом, я просто еще переехала, у меня не до конца будет тут налажено. то есть все-таки создать это удобное время, поставить его себе прям вот, это время у меня удобное, в понедельник я вот так делаю, наверное, удобное время или удобное место еще, в котором я просто буду этим заниматься, и это это да, это из шагов уже, из плана. Екатерина, подскажите, пожалуйста, насколько так, у меня сейчас подвисло видео, а, слышно меня, насколько вам сегодня по десятибалльной шкале удалось достичь цели, которую вы перед собой ставили, да, получить некий ключ или ключи к тому, чтобы с интересом относиться к генерации контента? Я бы сказала семь, я бы сказала семь, потому что в целом достигнута цель, но как будто бы мне надо или больше в ней прожить или побыть, ну, то есть до как-то докрутить, что ли, да, может быть, вот что-то такое. В целом мне цель достигнута. да, Екатерина, я с своей стороны могу вам предложить полчаса для докручивания, потому что действительно, да, с точки зрения времени его могло не хватить для того, чтобы там целиком докрутить план, да, то есть ключ ключом, но как конкретно последующие действия могут потребовать дополнительного исследования, вот, поэтому в общем, мое предложение получасе, оно остается в силе, если вам это будет нужно, пожалуйста, обращайтесь или можете прямо сейчас запросить. Ну, давайте я сразу запрошу, я, если есть, я запрошу с удовольствием. Да, 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 все, хорошо, тогда мы с вами просто спишемся отдельно, договоримся о встрече и докрутим. Все, благодарю, спасибо. Подскажите, Екатерина, что я сделал для того, чтобы вы смогли вашу цель достичь на 7 из 10 сегодня? Не знаю, основное это прям буквально переформулирование того, что я говорила. И, наверное, вот эта фраза какая-то, я типа тоже со стороны вижу, насколько у вас эти рамки, насколько вы себе даете, да, то есть я это ощущаю жестко, конечно, но почему-то, когда вы тоже это сказали, как будто бы это было, знаете, как будто бы я подумала, что есть какой-то другой способ. То есть, когда мне сказали, я вижу, что вы вот так вот, ну, у вас такие рамки, вы так себе даете, как будто бы, ну, есть еще там пространство вариантов, вот кроме вот этого, вот кроме вот этого. И я говорю, а, так, что-то есть еще, да, как-то можно еще по-другому? И вот здесь вот, наверное, вот, а так в целом, я, честно говоря, была в потоке, я не отслеживала. Я поэтому спрашиваю вас как клиента, а не как коллегу, вот, ну, то есть, именно, что вам в этом потоке помогало, вы ответили. Спасибо большое. Екатерина, подскажите, можно ли будет выкладывать видеозапись, насколько вам комфортно? Да, я разрешаю выкладывать эту видеозапись. Спасибо большое. И огромная благодарность за, в общем, активность, готовность здесь перед всем честным народом, обсуждать генерацию своего контента, зная, что иногда это очень непросто. Кстати, как с вашим волнением? Все нормально, да. Я в основном в нормальном состоянии. Отлично, отлично. Да, спасибо большое, тогда будем на связи с вами, завершим эту работу. Угу. Тогда, Екатерина, раз вы еще на сцене, если у вас есть какие-то вопросы теперь уже по тому, что происходило, тебя, коллеги, уже обращаясь, хотите ли вы, чтобы я на какие-то вопросы ответил. И те же вопросы к залу. Коллеги, пожалуйста, задавайте свои вопросы в Телеграме, в комментариях к записи про прямой эфир уже начался. И можно еще поднимать руки, и я смогу вас поднять в аудиторию, чтобы вы голосом могли задать вопросы. Но у вас, Екатерина, преимущество. Я, пожалуй, не буду им пользоваться, потому что мне хочется еще побыть там. Побыть. смотреть со стороны. Вот, я могу сказать, что предыдущий эфир, я подключилась с самого конца, я вам писала, мне было очень важно, прям полезно, я прям взяла себе для предыдущего эфира. Отлично. Да, тогда давайте, да-да-да-да, не будем вас выбивать из процесса, тем более, что сможете посмотреть записи при необходимости. Итак, коллеги, если у кого-то возникли вопросы, высказывания, пожелания, пожалуйста, или пишите в Телеграме, или поднимите руку, чтобы я мог включить ваш микрофон. Евгения поднимает руку. Так, пожалуйста, сейчас вам, наверное, нужно у себя нажать микрофончик, я вам дал доступ. Евгений. Да, вот я включила, по-моему, да, слышно? Да, да, слышно, чудесно. большое и Алексею, и тому, кто был, забыл, я не сосредоточилась. Спасибо большое за откровение, за возможность послушать демо. У меня вопрос, Алексей, к вам, вот, если мы про когнитивно-поведенческий коучинг, да, чего здесь было больше? Вот, мне тоже, как профессиональному коучу, есть свое мнение, но хочется ваше, да, послушать. Чего было больше все-таки когнитивно-поведенческого подхода, коучинга или вот какого-то микса? Здесь, наверное, ну, отвечу, так, извините, у меня, Евгения, можно я сейчас чуть-чуть поставьте, пока не говорите, у меня звук двоится в ушах, чтобы, о, отлично, да, сможете включиться, чтобы там как-то дозадать вопросы, да, если будет диалог. Наверное, здесь важный вопрос, который я себе давно задаю и там многие коучи, да, и, возможно, вы себе задаете тоже, да, что такое конкретная модальность и каковы ее границы и очертания, да, и что такое конкретный подход. Вот для меня когнитивно-поведенческий подход – это не только и не столько техники, которые применяются, сколько большой комплекс вещей, в том числе и в первую очередь связанные с тем, как процесс работы концептуализируется в сознании самого коуча, потому что, ну, когда мы говорим о когнитивно-поведенческом коучинге, коучингах, да, если быть точным, их много разных тоже модальностей существует, то когнитивно-поведенческий коучинг опирается на когнитивно-поведенческий подход, то есть представление о структуре личности, о психике, о том, как она организована, базовая когнитивная модель, да, что мысли порождают эмоции, эмоции порождают реакции, действия, результаты, как угодно называть, и, ну, кроме этого, есть еще ряд разных элементов того, как мы, как специалисты, концептуализируем, что происходит с нашим клиентом, и дальше здесь, если говорить про внешние проявления, да, то можно задавать вопрос о том, как те или иные интервенции, или как тот или иной процесс, который происходил в рамках действий коуча, да, как сам коуч может описать, что происходило с когнитивно-поведенческой точки зрения, почему он делал те или иные выборы с когнитивно-поведенческой точки зрения, какими принципами он руководствовался при принятии решений, и так далее. В том, что делал я из когнитивно-поведенческого подхода было с точки зрения моей внутренней концептуализации, это перемещение по тому, что в системном когнитивно-поведенческом коучинге мы называем когнитивные домены клиента, то есть увязывание, да, увеличение такой прочности и количества связей между желаемым состоянием, да, я хочу найти собственный интерес к тому, чтобы писать контент с более далекими последствиями в рамках этого желаемого состояния, зачем это нужно, мы не говорили о ценностях, потому что было мало времени, тем не менее, для чего мне это, да, и так далее, с исходным состоянием, то есть как раньше этот интерес работал, почему раньше этот интерес существовал, и препятствиями тоже, да, в том числе, это домены сходного состояния, то есть что конкретно мне сейчас мешает двигаться в том направлении, и говоря о препятствиях, именно в когнитивно-поведенческом подходе мы рассматриваем все типы этих препятствий, но понимаем, что с когнитивно-поведенческих позиций убеждения, которые являются удерживающими текущее состояние клиента, вот эти убеждения и могут быть одним из типов препятствий. Здесь в коучинговой модальности, да, иногда мы используем психообразование, в данном случае я психообразование не использовал, но тем не менее, когда клиентка говорила о рамках, о том, что надо, да, о требованиях к себе, это все простым языком, но тем не менее, описание неких когнитивных элементов в психике, да, когнитивных компонент, которые удерживают человека в сегодняшнем текущем состоянии, да, и останавливают результаты. Вот в данной ситуации у меня была развилка, было несколько возможностей. Можно было использовать классическую технику, ну, в ассоциации это с МЭР, да, то есть конкретно взять конкретную ситуацию, когда она пыталась начать писать какой-то контент и останавливалась, разобрать эту ситуацию с точки зрения мысли, эмоций, результат, взять там два-три таких среза, определить промежуточное убеждение и так далее. Но это терапевтический подход. Когда мы говорим про коучинговую работу, в этой же ситуации возможно, те, кто в КПТ подготовлен, да, уловили, что клиентка высказала конкретное промежуточное убеждение, которое является наиболее активным в конкретном контексте. Это убеждение о том, что если я сейчас буду писать контент для моей целевой аудитории согласно тематическому плану, то это должно дать мне результат. И это долженствование, которое тоже можно отдельно исследовать на уровне промежуточных убеждений, чтобы разобраться, а каковы последствия, если этого не произойдет, там наверняка можно строфизацию найти и так далее. Но это мы делали бы скорее в модальности консультирования или терапии. А в данном случае я задал конкретный вопрос, который, ну, вот он когнитивно-поведенческий, потому что я его так концептуализировал внутри себя самого, и потому что он был направлен, сама интервенция была направлена на, по сути дела, внутренний диспут клиентки. Мы позволяем ей самостоятельно это проделать. Какое убеждение могло быть вместо этого? То есть какое убеждение могло быть вместо того, которое вас тормозит? И это запустило дальше, ну, и то, что мы концептуализировали тему рамок, тему того, что вот есть одна совокупность убеждений, когда я хочу этого, другая совокупность убеждений, что я накладываю на себя рамки, и то, и то, да, это конфликтующие когнитивные компоненты. И вот этот один вопрос о том, что бы вы хотели вместо этого убеждения, он запустил дальше процесс концептуализации, который только был начат, да, потому что у нас было сжатое время сессии, но, тем не менее, который потенциально может развернуться уже в конкретные планы и тому подобное. То есть в данной ситуации я, по сути, сделал то же самое, что мы делали бы в терапии, но только в неком свернутом виде, осознавая, что клиент находится в достаточно здоровом состоянии, чтобы все это произвести самостоятельно, даже не имея вот этой подробной концептуализации, что с клиентом происходит. Вот, надеюсь, я ответил, Евгения, как мог. Пожалуйста, включитесь снова, как-то отреагируйте на то, что я сказал. Да, спасибо, Алексей, потому что у меня сейчас, ну, сейчас становится понятнее, и вот эта демо, она очень такое показательное, потому что у меня больше двух часов практики именно в коучинге, и, ну, много лет, и сейчас, когда я занимаюсь КПТ, у меня немножко шаблоны сдвигаются, да, то есть непонятно, но сейчас мне, если я правильно понимаю, то есть мы ориентируемся и на запрос, как в коучинге, и в терапии, но мы смотрим, да, где там чего больше, в принципе, если там клиенту нужно новую копинг-стратегию, или мы упираемся в его какое-то убеждение, мы можем подключать тут вот как раз ИСМР, то есть получается подход шире, вот, как бы наша роль становится, ну, гораздо шире, больше понимания того, как можно работать, вот. Да, да, ну, и на самом деле здесь чисто терапевтические навыки работы с психообразованием, да, с оценкой автоматических мыслей, с оспариванием промежуточных убеждений, все эти навыки, они нужны для того, чтобы мы могли лучше чувствовать, во-первых, ловить сами эти и автомысли, и промежуточные убеждения, стимулировать их проявление клиентам, и для того, чтобы мы могли помогать клиенту их оспорить, если это является препятствием к достижению цели. И... то, чего не хватает, бывает, вот, просто, если заниматься без вот этого образования, без знания КПТ. Да, да, именно, то есть вы можете, по сути дела, более точечно сфокусировать тот инструмент, которым вы владеете, для того, чтобы, ну, в общем, как в хирургии, да, чтобы лапароскопию производить, а не открытую полостную операцию. Благодарю, очень подробно и понятно. Спасибо вам огромное. Супер. Коллеги, я не знаю, есть ли еще вопросы, но у нас уже время подходит к концу, поэтому я сейчас пришлю в Телеграм ссылку на, значит, секцию на нашу. Если вам интересно продолжать развиваться в направлении когнитивно-поведенческого коучинга, присоединяйтесь, подписывайтесь на группу секции коучинга в Телеграме, тоже там мы выкладываем уведомления о тех событиях, которые будут происходить, приходите на наши очные встречи, метапы для коучей, для того, чтобы пообсуждать, да, в узком кругу специалистов какие-то моменты, да, сочетание коучинга терапевтической модальности и так далее, смотрите наши видеозаписи, которые уже существуют на сегодняшний день на YouTube-канале Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, потому что довольно много мы говорили и о границах модальности, и об их сочетании, и о режимах специалистов, и о том, в общем, много о чем, вот, присоединяйтесь, в общем, включайтесь в нашу орбиту, если вы еще не включились, мы за любой кипиш, кроме голодовки. На этом предлагаю тогда заканчивать, потому что уже времени нет. Если есть вопросы, вы можете также задать их в Телеграме, в комментариях вот к этой записи, и я на них отвечу уже письменно, просто для того, чтобы не задерживать наше честное собрание. спасибо вам большое, до встречи на новых эфирах, у меня будут выступления каждые две недели примерно, то есть там в конце июля, в конце июня еще планируется еще одно или два, но в общем мы об этом тоже будем своевременно извещать, плюс мои коллеги также проводят демо-сессии, приходите, чтобы посмотреть на то, как разные когнитивно-поведенческие коучи работают с разными запросами. Все, спасибо, на этом вам отличного дня и прекрасного развития вашей коучинговой практики. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok